Эх, красота-то какая! Лепота! О, парни, всем привет! Значит, вкратце, этот ролик про то, что коробки передач можно ремонтировать самим. Потому что руки не из жопы должны расти, понятно? Даже на современных автомобилях, может быть, как в каких-то отдельных случаях, но хочу вам об этом рассказать. Есть небольшой опыт в ремонте, кстати, вариаторных коробок. Два раза я сталкивался. Первый раз, значит, Nissan Qashqai у меня был. К сожалению, пробег был далеко за 60 тысяч километров на моем кошаке. Так вот, гудел вариатор, он ехал, все нормально, но просто он шум был в постороннем вариаторе. Погуглил, посмотрел, поискал. В итоге 300 рублей оригинальная японская запчасть, правда, там с небольшими лайфхаками, конечно. Но проблему решил в собственном гараже, без какого-то суперинструмента. Это была проблема именно вот в механической в этой части. Еще один случай. Subaru Outback 2011 года, 2,5 на вариаторе. Перегнал машину, перегнал ее с Москвы. Уже в гараж она еле-еле заезжала. Мне повезло, что я доехал на ней. Такое ощущение было, что я, типа, как сцепление кидаю, что это такой, в общем, эффект. Посмотрел, поискал по интернету. В итоге цена вопроса 1000 рублей. И даже меньше можно было обойтись, но я маленько там поленился в одном вопросе. Так вот, сегодня у нас коробка BMW 7, E66, мотор 4.4. Эта коробка ставилась не только на седьмую серию, но и не только даже на BMW, на многие марки автомобилей. Достаточно надежная, но тоже есть свои нюансы, есть свои болячки, которые, конечно же, могут вам помочь решить на автосервисе. Когда я звонил, там, по Кашкаеву вариатор, там надо было чуть-чуть подразобрать под капотом, что-то рычаг снять. И все, и вариатор доступен, в принципе, можно скидывать крышку. Но когда люди слышали слово вариатор, сразу прайс на 10к минимум возрастал. Хотя там вообще ничего военного. Вариатор это простейшая конструкция, два вала и ремень железный, прикольный такой, как змея между ними. По Субарю тоже начал звонить, знаете, по клубным, типа, Субару Лайф, там, или что-то такое, по клубным этим сервисам, Субаристам, прям, ну, которые гаражные даже какие-то. Но чисто по Субарям, которые собаку на них съели. Вы не поверите, мне посоветовали обратиться к официальному дилеру с этим вопросом. Хотя я думал, это у них на потоке, и они скажут, вот, да, это вот мы знаем, то-то, то-то, приезжай, сделаем. И сегодня у нас актуальная проблема по коробке BMW, а именно, перестала включаться передача на горячую. То есть, если на холодную еще как-то худо-бедно можно передвигаться, то когда машина полностью прогревается, все, передача перестает включаться. Бэха это не моя, а Пашина, вы его видели в позапрошлом ролике, он мне помогал за стекло переклеивать на BMW. Но точно такая же, как у меня, только на пару лет постарше. Погнали! Собственно, имеем коробку 6HP26 с проблемой. Перестала включаться задняя передача и драйв на горячую. На холодную все включается отлично. Масло чернющее. Когда такое было, что сливаешь, и оно прозрачное. Мне кажется, оно всегда так. Забулькало, да что-то? Не, не, нормально, нормально. С магнитом же пробка была, да? Нет, пробка обычная. И это без магнита, да? А там магниты внутри установлены. Да, это электрический разъем коробки. А, вот так, да, крутится? Да, и все легко вытаскивается. Собственно, вот и наш разъем. И вот мы его уйдем наверх. Так. Собственно, все. Ловим. Берегись, да? Да, там смотри, масло, чтобы не облиться. Вот они магнитики, да? Да. Поддон с маслом уже менялся. 20 апреля 2017 года, дата выпуска. Все сольем. Да, каша такая. Каша не то слово. Ну, хотя, знаешь, ну, магнит это, слушай, я бы не сказал. Нет, потому что есть там чуть-чуть. Это стружка такая, да? Да, это... А фильтр где здесь устроен? Вот он, вот фильтр. Вот теперь еще нам надо снять адаптер разъема, иначе коробка у нас, блок мехатроника не выйдет. Для того, чтобы снять его, надо вот эту вот штуку подать вниз. О! Вот так вот. Теперь взять втулку. Наверное, втулку взять, отвертку придется. Кто-то коробку опускает, но... Как бы особо-то не опустишь. Надо просто отвертку потолще. Диман, у тебя есть большая отвертка? Прям большая, плоская. Оп, не засыпало. Да нет. Вроде вышло чуть-чуть. Первая трудность, да, как говорится? Просто не сняв этого разъема, мы мехатроник снять не сможем. Мехатроник это что-то из трансформеров, да? Да нет, вроде что-то шевелится. Ну, характерный хруст уже, мы слышали. Да. Что уже что-то зашевелилось там, да? Это нормально. Есть контакт, да? Да. Первая часть, она доращивалась. А на чем она там держалась, на кишлице? На резинке. А, на резинке, на вот этой прокладочке, да? Да. У нее легче направляющие есть. Направляющие вниз смотрят вот так. Да, для потомков это не пойдет информация. Да, мехатроник, болты на 40. Так, сейчас вот, тряпочка другую возьмем. А у тебя отдельная тряпка для мехатроника? Да, чтобы порции не было, но... Называется вафельное полотенце, да? Да, да. Да не очень. А что это, блогеры некоторые специально пробуют масло. Чисто пацанская тема. Капель, да? Пошла. Так. Опа! Диман, я сейчас яму залью. Вот тут самый разъемчик, да? Да. Вот его руками прям ни в коем случае трогать нельзя. В всяком случае так пишут в руководстве ЗТФ, что руками его трогать нельзя. Ну, у нас статическая. Электричества прям очень нет. Нифига себе. Собственно, ну вот оно, вот оно, что я ожидалось увидеть. Адаптер разорван. Вот поэтому пиночки-то и были, точнее, не включение. Ну, и вот эти втулочки заодно поменять, потому что они новые есть. Диман, а у тебя есть такие эти, как они, утконосы там какие-нибудь, нет, плоскогубчики? Пластиковые, да? Да, пластиковые в кем-то виде. А что оно разорвалось? От давления, от старости. А они за что отвечают? Тоже за давление. Передача давления масла. Короткая. Короткая. Средняя и длинная. Ты реально уже спал и видел, как все это будет. Да. А сейчас за этой занавеской. Так вы же телепат. Наши новые запчасти. Оригинальный поддон в комплекте, да? С курушками со всеми, да? Так уже было все в комплекте, да? Ну, нет, конечно. В комплекте был поддон и болты. У нас есть адаптер, есть втулки, есть переходник разъема, который мы поломали. Обратно, да, его? Да, есть гидроаккумулятор, который непосредственно в самом гидроблоке, я думаю, что им тоже плохо. Вскрытие покажет. И завтра будет пластина-сепарация. Сепаратор, да? Собственно, новый адаптер, он, в момент, другой конструкции. У него есть усик, который придется спилить. Но это доработается. Вот этот усик, да? Да, это доработается, не проблема. ZF, оригинал. Я думаю, можно было шланг какой-нибудь, это, садовый. А, нарежать, да? Разница, главное, лицо. По длине новое, да? Да. Что я, сколько, полтора миллиметра? Залезет, да? Конечно, залезет. Это из ножки подают такое, что ли? Да, я их обжала, но... Он только обжимает, это очень важно, запчасть в этой коробке. Обжимает, а через них давление начинает пропускать. Сколько стоит? По ценникам вообще? В районе резиночки, резиночки в районе... Только это говорит для всех, не как ты там по супер. Я вот эти резинки, 96 рублей штучка. Вот эти, что-то 139, вот это, по-моему, 150 стоит. Ага. В районе 600 рублей, ну, как бы, и тот, и этот ZF, ну, как бы, я не вижу для себя проблемы, вот этот туз, как бы, я его отпилю. Вот эта втулочка стоит 300 рублей, поддон стоит, оригинал в районе 5, ZF не оригинал, в районе 4, где-то можно заказать, вот этот конкретно стоит 3. Вот ты взял за 2, наверное, да? Да, вот эти вот гидроаккумуляторы, они стоят по 160 рублей, это все в наличии, вот это деньги есть. А, вот по этому номеру, то есть нужно смотреть и заказывать это туда? Да, саму сепараторную плиту эту. Ну, это прокладка, да? Ну, по сути, да, только она такая хитрая, сейчас посмотрим, сколько она стоит, если она в наличии. Ну, по идее, ты, вот, чисто для устранения твоей неисправности ты уже все сделал, да? По сути, да, это уже так. На всякий случай, да? Если что, цена неудачи, 30 тысяч рублей, коробка во Владивостоке. А, ты уже помониторил, да? Конечно. Ну, в конце концов, они же тоже люди делают, эти автомобили, так что, чем мы хуже? Ну, да, не боги горшки обжигали, да? Да. Оп, это у нас разъем, сам этот мозг. Вот это все разъемы, они входят, да? Ну, в клапана вот эти вот входят, ну. А масло ничего, что они? Не, не, это нормально, оно в масле работает. О, все, располовинили. Все легко, да, и просто. Да. Так, 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 так. А, вот, на шпильке она была, да? Так. Та-дам! Это вот это все, да, дорожки и прокладки, да? Да, это прокладки и дорожки, все они, они, порепанные. Соответственно, давление у нас уходило через них. Ну вот, а здесь у нас есть шарики, есть сеточки. А вот они, гидроаккумуляторы у нас мертвые. Железка с резиновым демпфером. Они отвечают за плавность включения передачи. Блин, ну у тебя сейчас вообще попрет, да, тачка? Будем надеяться. Просто шик вообще. Так, шарики, шариков должно быть. Сколько? Не знаю, что, почитаем вообще. Я что-то думал, что это 9. Может магнитиком их вымой не было? Нет, шарики пластиковые. А, они пластиковые? Да, возьмем сейчас какую-нибудь проволочку. Диман, есть проволочка. Раз, шарик. Надо посмотреть, как это будет все. Ну, собственно, да, вот он один здесь. Один вот здесь. Опа, смотри, красивый эффект. Какая красота. Тут сеточка должна быть. Вроде все, вроде больше ничего нет. Вот тут штука. Шнеп, раз. Ну все, это мы пока убираем. А вот они, гидроаккумулятор. Ради чего и разбиралась плетать мехатроника. Да, не так-то и сложно, да, реально. Вот эти шарики, там все, всех пугают этими шариками, что там. Ну, по идее, да, вот такая конструкция на вид, да, прям сложная. Ну да. А там что-то, ну, несколько шаров этих вытащил, да, так же потом положил на место. Да, по сути. Главное, чтобы были запчасти в наличии, остальное вообще не важно. Пугают для того, чтобы сами не лезли, а ехали в сервисы из-за большой боблори монтировали. Да, это тоже правильно. Ты про инвестирование в стартапы слышал? Ребята, хотел бы порекомендовать вам легальную площадку для заработка без каких-либо рисков. Стартап фонд – это официально зарегистрированная компания, которая позволяет каждому из вас напрямую инвестировать в стартапы, соответственно, получать прибыль. На главной странице мы видим все предложенные варианты инвестирования. Например, направление спортивное с депозитом в 1000 рублей. За 6 дней ваш доход может составить 12%. Или, например, есть тариф образовательный с процентной ставкой 25%. Ребят, и выбор всегда за вами. Никто не вправе решать, во что инвестировать за вас. Подбирайте наиболее удобный стартап и запускайте свои деньги в работу. Если вы инвестируете 5000 рублей, то через 2 месяца можете заработать 22,5 тысячи рублей. Для тех, кто зарегистрируется, по моей ссылке будет бонус плюс 5% к сумме первой инвестиции. Ссылочка будет в описании. Откуда деньги? Я же на ПЛВ ещу. Понятно. Главное не потерять шарики. Ну а что, не продаются такие? У коробочников, мне кажется, горстями можно брать. Да нет, я думаю, нет. Да нет, не дадут. Горстями-то брать не получится. Они же разбирают сломанные коробки. По-любому у них у таких запчастей всех. От 100 рублей штучка. Не уверен. Так, один шарик вот здесь был. Так, 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 так. Ну и все. Ну а это наши полномочия, в общем. Умеете, могете просто. Ладно, вот эта вот ерунда точно была вот здесь. Одинаковые кушинки. Вот здесь что-то еще должно быть. Здесь шарик, да, по-любому шарик. А, вот они, вот здесь шарик лежали. Что-то ямба. Вот здесь шарик лежал. И остался еще один шарик. А, вот так там они должны быть? Да, да. В свободном доступе, то есть? Ну, где-то еще был шарик. Ладно. Посмотрим инструкцию. Ну да, если не помогло. Где-то... Раз, два. Фигурка, да? Ну что? Вот, блин, немцы, а? Затроллили. Где-то снизу шарик должен быть. Вот, вот, вот. Все, 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 все на месте. Что, даже лишнего не осталось? Нет, нет, вот тут лишнего вообще остаться не может. Не может, в принципе. То есть работал, по сути, только один, да, этот? Ну, да. Компенсатор, да? Ну, поинтереснее, да? Да, были вообще утоплены туда, павшим. Вот он. То есть, вот эти резиновые дорожки, да? Да, они вот все с порваны. Да, многие повреждены. Что и с другой стороны, да? Да, обе стороны. А здесь нет ничего, ни шариков, ничего? Здесь, в этой стороне еще нет, только клапана и, получается, сами эти тоже толкатели. Здесь просто почистишь, да? Да, почистишь, продую. А у тебя по коробке вообще ошибки были такие? Вообще, ну, до того, как разъем порвало, не было никаких ошибок. И коррекции все, ну, не, коррекции, коррекции там высшие формы были. Коррекции, кстати, сфотографировал тоже, если что-нибудь. Сравнить результаты? Да, 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 сравнить результаты. Обязательно, да, сравнить. Я такой, типа, я понял, что такое коррекция. Вот таким вандальным способом Паша у нас очищает остатки резиновой прокладки. А ты хуже, она ногтем сдирается, ты что? Да. Вот так-то интереснее. Поцарапает, да, маленькая? Да. В этом автомобиле уже ничего не грядище-то. Что в этом? Нормальный автомобиль. Старый. Зато технологичный. Вот это да. Плохо, когда автомобиль умнее хозяина. Комфортно. У нас уже следующий день. Вот, пластину купили по образцу. Новенькую. Сонакс, это нормальный автомобиль, да? Да, это вроде американская, но на них выпускают комплекты. Сейчас распакуем. Да, все, погнали ставить. Да, продавец в магазине сказал, что дорого за нее эта цена. Он считает, что все, что свыше 3000 рублей, это дорого. Да, мы тоже так считаем. Когда покупаем, когда продаем, конечно, немного по-другому. Вектор смещается. Понимание цены. Гениально. Ну, какой ее потрогать можно? Она совсем тонюсенькая, да? Да, она там прям тоненькая, но... Прям считанные микроны. Попадаем. Попадаем. Что, свадьба? Ну, типа того. Так, тут еще можешь направляшку где-то ликать. Потому что нет, которую вы втаскивали. Направляшка эта. Да ее потом туда можно вставить в разъем. Да, вот смотрите, где она была еще. Там-то меньше дырок, я думаю. Там видно будет. Да. Разберемся. Надеюсь, что пару этих длинных кинокинь уже будет понятно. Как говорится, сборка в обратном порядке, но все равно сейчас снимем, все покажем. Если какие-то нюансы будут. Что-то пошло уже не по плану, да? Да не, не. Все должно пойти по плану. Ты можешь наживу, или все-таки руками? Да нормально пойдет. Даже шиномонтажники многие так и делают, знаешь. Потому что пистолетом, если что-то пойдет не так, там сразу резьба по бороде. Да не, все нормально будет. Все хорошо, вроде бы. Ну, порядок я не нашел, поэтому придумали сами. Короче, от центра, да, ты решил? От центра? Нет, в любом случае от центра надо идти. Моторчик, когда перебираешь головку блока притягиваешь, что же от центра идет? Да я вот не сталкивался еще с головкой блоков. Ничего, Рома, все впереди. Да надеюсь, что не придется. Да я, блин, на РНЖ надо было открутить суппор тормозной. Ага. Я хотел их хотя бы снять или приделать нормально. Для этого надо суппор снять. Блин, не смог открутить даже суппор. Уже тянул, тянул. Может, у меня, конечно, инструментов таких нет подходящих. Ну, не можем. Так что головка блока не светит, наверное. Так, вот он важный момент. Оставляем момент. 2, 8 нам надо, да? Так, мы еще проверяем. Все хорошо. Все, главное, я отработал на отлично, да? Да. Продолжайте вести наблюдение. Ем трогать нельзя, да? У нас ем, да, руками написано, трогать нельзя. С этой штукой, да, она постоянно вываливается. Вот так она вставляется. Постоянно она норовит. Как только магнит очистили, да? Да. Там внутри магнит, именно внутри. И когда как только очистили магнит, она постоянно норовит выстучить. Так, это у нас... Это Байдовина как называется? Смотри, вот эту хренотень, вот с этой Байдовиной. Это выбрасываем и напрямую. Дай-ка, соединяем. Ага. О, ку-е-де, мочен. Этот переключатель магнитный, наверное, как он называется? А, это селектор, да? Да, селектор, но... Аккуратно, как-то не получается, да. Кияночку. А ты хочешь шпильки туда вставить? Да, я думал, ну, сначала шпильки, можно, правляшки вставить. Что, думаешь, это так критично? Ну, она вроде как бы, она не идет. А, нет, стоп. Да, вот он. Не туда можно? Да нет, туда-туда. Другого варианта-то нет. Маленько выровняю, вот так на ту сторону. Подожди, подожди, подожди. Диман, надо молоток маленький. Есть? Как понять, маленький? Ну, небольшой. По размеру или по весу? И по весу, и по размеру. Вот он. Кожаный. Маленький. Кожаный не пойдет. Собираем коробку на БМВ с помощью молотка. Причем такого, блядь, тяпкой. Зачем бы нет. Слушай, так может она просто косо, может она маслом помазать? Там помазано уже все. Она, сука, не хочет. Перекос, накажется. Подожди. Что? Ну, есть немного она сюда, на тебя заклонена, да? Он зухая, смотри, помашу. Давай, давай, смажем. Упадем еще раз. Диман, вот он. Вот это, вот это. Сейчас зайдем по проверенной методике. Она, по-моему, там маленькая плита сдвинутая. И поэтому она не лезет. А, это фигу. Да, вон она в плите. И что, может растянуть, маленько пошевелить? Хотя это и не хочется, да, сейчас? Мне кажется, зачем забивать, что-то да. Все равно ты забивать будешь, она будет, ну, перекос создаваться. Ну где вас набрали таких дебилов? Вы же тупые вообще. Так, ну а что, мы же ее притянули, притянули. Ну? Диман? Ага. Ударку? Нет. И вот это нормальная тема, вот это вообще нормально. Получается, у нас верхнее отверстие, оно чуть-чуть вот не сходится, вот краешек выступает здесь. Сейчас мы этот краешек просто уберем, да и все. Я думаю, это выкладывать не стоит. Что, думаешь, это вырезать? Слушай, а что, они не центруют, да, эти балки, получается? Ну, походу, нет. Начиналось все по ТИССу строго, да? По ГУШЕ. Мы же в России живем-то. В России как? Начинают инструкцию смотреть, когда что-нибудь поломают, слушай. Ну, когда уже ничего не помогло. Да. В последнюю очередь. Ты на скорости входи. Это та, нет? Блин. Это не та, должно быть та. Не, реально что-нибудь нет способа отцентровать? Каждый же не будет так сверлить, да? Это понятно, а ты эксперимент поставишь. Можно было штуки четыре наживу лить, знаешь? Ну, так вот, с моментом затяжки очень слабенький, да? И потом одеть вот эту штуку, а потом все затянуть. Так нельзя было? Ну, уже поздно. Мы же уже пластину-то обжали. А, если сейчас расслабишь, уже там все нарушится, да? Да, я думаю, что да, там уже. Она уже бэушная станет, да? Хорошо, точно уже не будет. Ну, е-мое. Ну, всегда какие-то подводные камни встречаются. Что теперь? О, вроде что-то куда-то щелкнулось, но... Даже мне больно, блин. Мне самого больно. Это всего лишь запчасть. Мне кажется, после молотка уже можно и разъем потрогать. Что началось-то? Как-то она вот досюда, по-моему, должна быть. Так вот. Короче, при разборке самый эпичный момент – это вытащить втулку пластиковую из разъема. А при сборке вот на вот это надо пофиксить. Ну, так, на будущее, да? Пофиксить центровку, то есть вот этих двух пластин, чтобы все нормально заходило, чтобы молоток не пришлось использовать. 14 миллиметров. Так, а тут 9 миллиметров. Ну, вот она и есть 9. А это может 14 быть. Вот, 9. Все нормально так и оставим. Так и запишем. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Где у нас старая втулка была этого разъема? Вон, что-то валяется. Да, вот это старая. Так, у нас пазы есть. Вот они пазы. И она получается вот так. Вот так. Да, вот она вот так вставляется. Потренироваться, да? Повставлять? Да, да, да. Вот она вставилась. Так, а потом что-то мешает, да? Не, ну там дальше резинка же идет уплотнение. Вот это. Эту ступенечку сейчас надо отсюда ликвидировать. Ну вот. Практически вы делаете сколько рублей? 300 ты сэкономил? Да, 300 рублей. Я обзнал, конечно, заплатил. Ну, по идее, вот эта втулка, она типа усиленная уже какая-то там. Это на рестайлинговую коробку, да? Да, это уже на коробку с 5-го года, которые пошли. Есть, ребята, алюминиевые такие, прочее. Пора снова в яму. Все отлично. Установка. Так, это ерунда. Должна зайти у нас сюда вот этот разъем. По идее, это... Селектор, да. Да, селектор аварийного. Постановки в нейтраль. Маленько на меня, наверное. Нет. Вот эту часть. Какую часть? Вот эту. Да, вот сейчас пора поровнять что-то. Ну вот сейчас нормально. О, поиграть надо, да? Блин, четко, по-моему, стало, да? Да. Так, там по схеме у нас затягивается, по-моему, вот этот болт. Напротив него еще один болт. Так, асанья головок. Вот этот. А, ну да, вот получается от центра к краям и по крестнакотачь, да? Ага. Пытаемся вставить. Так. Вытаскивалось не очень, а как ставится будет интересно. Посмотрим сразу. Тут-то молоточком не побьешь, да? Да. Может, вот этой тоже поиграть? Нет, нет, это не масло. Или там уже открыто, точно? Она все открыта, да. Миша, на чём-то уши. Да, бля, тут молотком-то не видишь. Может быть. Ну и тут особо монтировка не по шуру тишь, да? Ну, ну что, повредиться может? А пусть он, что это будет. Ты реально думаешь, коробочку упустить? Да, может, а пусть он. форум чай ничего ничего никто ничего просто в обратном порядке да да ну по сути она должна встать нормально так-то вроде встала я почему-то кажется что он проваливается да и такой момент не ключевой да просто разъемки адаптера это разъема вставить не идет слушай вроде так то и идет плохо идет одну резинку залезу . может быть даже дощечкой еще раз все таки руками но если не пойдет пойдем с монтировкой это распятие боевого рода как она нас ничего за то вечером будешь ехать теплее комфорте засунул нет ну-ка попробовать прочувствовать но я зашла слушай на еще одну резинку да сейчас вы прям выпихнуть туда и все брусочек помог да да немного она даже целая осталось удивление погода что вообще классно смотрите снежочек падает так ну как минимум здесь нету даты можно и дату написать да ну да я думаю сотрется все масло то залить осталось все через эту дырку да вот отверстие через щупка из подручнее было бы нет щупа а нет щупа а как уровень вставлять по дырке по отверстию инструкции написано залить холодную до полную пока не потечет завести машину и сразу же залить еще еще пока не потечет но потом прогревать его оставлять вам на телке нормально не дают вот вы и сидите под землей изобретайте херню всяким а вы все еще на канале павел голда вот так собственно уровень выставляет на когда побежала значит значит это уровень если с боевой бежит масло значит она там еще есть значит это уровень никаких щупов не надо щупы для трусов ну все короче пойдем чай попьем пепельницу раскурочиваем и делаем датчик 2 на 2 бак ты смотри у тебя уже пол бака ёпта все и потом в прикуривателе вот прикольно сам придумал лапшат монетница а теперь вольтаж аккумулятора вот реально а там чего это да подогрев ног у нее отсутствует но в ноги подогрев сервисные функции привод ну вот коррекция уровня масла давай сейчас я пошел это долью она не вытекала еще уже как быть и тем у кого нет тут этой программы как можно температуру чек но можно термометром какими померить сделаем обнуление коррекции и собственно и все и будем ехать наваливать осталось да чуть-чуть защита контракт на конечно тоже пластиковая да ну что же такое то поддон пластика хоть бы защита хоть а это же такое это защиту двигателя тоже алюминиевая недавно сколько стоит 500 рублей на разборки а вот это 250 рублей тоже там же на той же разборку трогание с места есть это уже хорошо вперед по крайней мере и так почти сутки в работе пора уже здесь драйв провести переключение было 1 3 мягенько идет да неплохо довольно намного мягче дать сейчас я думаю коррекции надо еще сбросить сейчас будет сейчас еще в хакеров маленько прыгаем так мы чё пока закрываем ну да пока наверное закрыть шлагбаум ну чё тест драйв прошел у нас успешно все классно машина едет переключение более плавные и вверх и вниз и такое ощущение что лошадей 10 110 прям чувствую задать что может . если так итоги подвести в районе десятки получается по деньгам вложения до вложения в районе десятки но это прям по минимуму по времени получается но практически вчера вечером начали и сегодня вечером закончили ну так не спеша никуда не торопясь чай попить до чайком с кофейком и так далее тортик поесть допустим в сервисе сколько бы такая процедура что я не знаю я не в курсе сколько вы взяли в сервисе ну я думаю заработал просто когда слышит коробка бмв мне кажется там сразу растет цена ну я бы такую работу тысяч ну минимум 10 20 минимум потому что есть определенный нюанс что может что-то войти не так ну да как вы видели до что были были какие-то проблемы значит заминки были какие при снятии вот эта втулка разъема до разъема вот так же так же и одевалась она так и одевалась плохо все в принципе это единственное что и просто неудобно подлезть установка разъема tcm электрического на мехатроник установка разъема да вот что пришлось там сверлить в принципе этого можно избежать если изначально отцентровать и этот момент пофиксить так что если кто-то будет делать вот вам опыт наш так ну что вы были на канале павел гоу подписывайтесь ставьте лайков и понравилось твоя коробка следующая у меня пока нормально включается все но не знаю всякое может быть бы не долго тебе осталось так что ребят вы все видели надеюсь кому-то пригодится все всем пока а сейчас закончили дерьмо Продолжение следует...